Ну а мы, как собственно и предполагает традиция, из очень далекого прошлого постепенно перемещаемся в прошлое менее далекое, и нас ожидает бетховенское фортепианное трио с необычным названием и с необычной историей. Название это по-немецки звучит как Гассенхауа-трио, то есть если дословно, то трио с уличной песенкой. На самом деле, дословно-то оно, конечно, хорошо, но так говорили, когда еще не были известны современные слова «хит» или «шлягер», а также «супер-хит», «мега-хит» и тому подобное. Песенка должна быть настолько известной, чтобы любой прохожий ее или напел, или намурлыкал, или даже насвистел. Вот кого не спроси, все знают. Ну, как в наши дни какая-нибудь песня «Деспосита». Вот примерно такой же известностью пользовалась в самом конце XVIII века даже не одна песенка, а целая комическая опера. Ну, или если по-современному сказать и чуть более честно, то, конечно, больше это похоже на мюзикл, чем на настоящую серьезную оперу. Под названием «Морская любовь» или «Корсар» венского композитора Йозефа Вайгля. Вот там есть одна забавная история, ну, куплеты на самом деле, про то, как вот к работе приступать не хочется, и поэтому все время что-то отвлекает, прежде чем я приступлю к работе. Такие там слова. Ну, как обычно, в опере, когда говорят «нам дорого-дорого-дорого время» и все очень спешат, то, естественно, никто никуда на самом деле не движется. А когда надо говорить, что срочно необходимо начинать работу, то, конечно, работа так и не начинается. Песенка эта для Бетховена послужила очень удачной темой, на которую в этом трио финал представляет собой, собственно, вариации. Причем выбор этот не оригинален. Еще, по крайней мере, три знаменитых композитора, включая даже такую мегазвезду, как Никола Паганини, в свое время вариациями на эту песенку отметились. Но в трио три части, стало быть, две присказки, а потом уже начинается сказка про известность, про популярность и про то, как к ней иногда бывает удачно и хорошо пристроиться, чтобы тебя тоже заметили и тоже начали отличать. Вот это один из очень правильных в пиаровском отношении ходов в бетховенской композиторской карьере. Исполнители, знакомая нам Анастасия Теренкова, фортепиано, Андрей Усов, альт, это один из ведущих артистов знаменитого камерного ансамбля «Солисты Москвы», созданного и руководимого Юрием Абрамовичем Башметом. И наш художественный руководитель Борис Андрианов. Прошу приветствовать. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ 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 МУЗЫКА Анастасия Телекlar Анастасия 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 Телettово, Андрей Лёвз. Анастасия Теренкова, Андрей Усоу и Борис Андрианов.